Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 24 сентября, понедельник. И мы как бы можем уже сказать, что у нас матковый водной сезон окончился. Так как мы собирали сегодня практически все последние маточки, сейчас их будем паковать, сейчас покажу. Ну и хочу подвести итоги. Значит, матковый водной сезон у нас длился начинающей прививки с 1 апреля по 10 августа. Маточки на сегодняшний день, которые мы забирали, вот забирали из этого последнего промежутка. Там, где остались ребята крыши, там еще есть матки. Но дело в том, что на данный момент они уже, как сказать, не товарного вида. При последней ревизии, когда мы делали, мы их отмечали их как плотными. Но на сегодняшний день, уже 24 сентября, повторюсь, ночью выпускается температура до плюс 5. И, соответственно, в таких маленьких отделениях никто уже там особо не сеет. Остатки печатного расплода повыходили. И, соответственно, нет уверенности, что... Хоть она у нас отмечена, что она у нас была плотная. Но, знаете, вот внутренняя уверенность не подает так, когда ты не видишь. И маточка уже маленьких размеров, например, и расплода уже остатков нету. Соответственно, ну, оставили их. Оставили их с планом продать, конечно. А в надежде... Ну, не в надежде. На сегодняшний день у нас есть уже микроскоп. И мы учимся, как бы, привыкать... Пытаемся привыкать к микроскопу. Соответственно, берем себе пчелок из таких отделений. Или матку, там, под микроскопом ее рассматриваем. И как-то так. Пару еще маточек же осталось. Вот, например, от этого нуклеуса. Тут три. Тут три. Семь нуклеусов осталось. Там где по одному, где по два матка места. Так что еще пару маточек есть. Если кому еще надо, конечно, можете позвонить. Можем еще выслать. Но в основном уже сезон закончился. Вот на сегодняшний день... Давай, Машенька, может, тут крыша сухая. Разложу. Сразу же забирали рамочки. Так как... Ну, они тут не нужны. Поставим их сушить. Хотя неизвестно, будут ли сушить или не будут. Натрясли пчелу. Думали, что может получиться еще на один отводок. Но вряд ли. Не будет на отводок. Тут довольно мало пчелы. Еще в другом ведро. Еще во втором ведро? Да. А может тогда и есть. Но не важно. Это уже мало. Ну, и... И вот покажем. Был, друзья, теперь в Польше. Смотрел на... Как их сказать? Заморские матки. Но скажу так. Визуально они, конечно, мне показались довольно мелкими. Ну, и сейчас есть, например, вот это поменьше. Ну, например, у них, они, мне кажется, были еще поменьше. Не знаю, по какой такой причине. Или уже они давно в клеточках сидели. Вот это, например, тоже не из больших. Ну, а также есть и крупные на сегодняшний день. И хорошие маточки. Ну, не такие, как весной. Но, тем не менее, отобрали их достаточно. Ну, вот такие маточки, друзья. Так что, значит, результатом сезона, друзья, мы остались довольны. Все наши, как бы, мысли, планы осуществились. Хотим поблагодарить, друзья, всех тех, которые продолжают с нами работать. Те ребята, которые, ну, не первый год с нами работают, не второй и не третий, а уже работают с нами длительное время. Это, ну, это продавца не может не радовать. Так как постоянный клиент говорит о каком-то-то качестве, которое мы пытаемся у себя держать. Понимаем, что есть у нас, конечно, и какой-то процентаж брака. Есть он у всех. И у нас он есть. Соответственно, просим прощения у тех ребят, которые в этом году остались недовольны. Которые, ну, по какой-то причине больше у нас, например, не будут заказывать, так как, может, им попалось. Или по нашей вине, или по ихней вине. Ну, мало кто из пчеловодов признает свои ошибки, и, соответственно, легче винить кого-нибудь на стороне, нежели самому понять, что ты допустил неправильно, и в дальнейшем этого не допускать. Но, тем не менее, если с нашей стороны были косяки, и кто-то остался недовольный, просим прощения. И мы-то свои, ребята, ошибки знаем. И постоянно пытаемся их, как бы, устранять по мере возможности. Понимаем, что, ребят, мы их видим, мы их пытаемся устранять. И каждый год мы на своей пасеке видим результат. Так что не стоим мы на месте, а двигаемся вперед. Что еще хочу сказать. На сегодняшний день после расформировки нуклеусного парка заселилось 11 отводочков. 12 нами был запарен, но об этом вы знаете, я вам рассказывал. Если данный эксперимент, как бы, закончится успехом, и с 11 зимовалых отводочков, которые мы подсадили, и подложили успешно маточки, перезимуют, ну, хотя бы 8, это уже будет хорошо, как на мой взгляд. Так как, ну, потом, когда перезимуют, будем показывать, что с этими отводочками можно сделать, насколько они в следующем сезоне нам дадут плюсы в формировку нашего нуклеусного парка, в подселение отводков, ой, говорю отводков, стартеров и воспитательниц. Если у нас этот эксперимент получится, все расскажем и покажем. Так что, до этого времени, если мы просто теряли пчелу и не замечали, что можно так сделать, так что в этом году решили провести такой глобальный эксперимент. Что-то-то, я думаю, не правильно, ну, 100% в любом случае не перезимует из данных отводков, но если 8, это будет замечательно. В подсадке матки, в этой отводке, из 11 маточек, одну, не то, чтобы мы не приняли, одна при осмотре на прием обнаружилась, что за собой волочит ножку. Или это я не досмотрел и положил ее такое, так как бывает, бывает и такое. Или просто ее в процессе приема покалечили. Ну, факт того, что, к чему веду? Осенью принимают пчелы хорошо. Если выдерживать технологию, соответственно, прием будет хороший. Так что, ну, весной, к чему веду? Весной опасно менять, так как, если вы хотите старую на новую поменять и не додерживаете технологии, вы можете и старую убрать, и новую не подсадить. Что приведет к тому, что, ну, вот, на данный момент уже маточек практически ни у кого нет, и найти, чтобы подсадить, довольно сложно. И, ну, а у вас была рабочая, но вы хотели поменять. Так что веду к тому, что если додержатся технологии, все примут и все будет благополучно. Так что, а какую технологию? Мы вам рассказывали, показывали, ничего там сверхъестественного нету, не надо никакими бубенами возле улика прыгать и скакать. Надо просто иметь выдержку, терпение и быть внимательным на обнаружение маточников и тому подобное. Как-то так, друзья. Сезон окончен, собираем нуклеусы, будем чистить и будем уже немножко отдыхать и готовиться к следующему сезону. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому нравятся дизлайки, все. Всем пока-пока.